Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Рад всех приветствовать на нашем новом вебинаре, который проходит каждый месяц вместе с Александром Элдером. Я вначале скажу пару приветственных слов и дальше мы уже поговорим о важных темах, которые сейчас происходят на рынке, о ситуации с S&P, об Apple, я думаю, тоже обсудим. Поговорим о тех акциях, которые предложили наши участники для конкурса, объявим победителя прошлого вебинара. Также посмотрим несколько акций, кто как раз лидировал в данном конкурсе, поэтому будем начинать. И перед началом, как всегда, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками, безусловно, не ознакомились. О рисках Александр говорит очень много и я думаю, что в ходе вебинара тоже определенные темы, определенные вопросы будут затрагиваться. Для тех, кто присутствует впервые на данном вебинаре, я уже в чате вижу большое количество постоянных участников, но и также новые имена, поэтому я расскажу несколько слов о компании Admiral Markets. Компания Admiral Markets – это брокерская компания, мы предоставляем услуги как по маржинальной торговле, то есть использованию кредитного плеча, так и по классическому инвестированию в акции, в европейские, американские. В принципе, мы предоставляем большое количество площадок, всего более 8000 инструментов. Торговля ведется на популярной платформе MetaTrader 5, там можно ввести как раз и инвестиционный счет, и счет для трейдинга. Мы работаем под ключевыми европейскими лицензиями, также австралийской, но мы стараемся всегда работать в том правовом поле, в котором находится наш клиент. К сожалению, американской лицензии у нас нет, но это самое жесткое регулирование, которое на текущий момент существует. Более того, всегда у вас есть поддержка персонального менеджера, поэтому когда у вас появляется какой-то вопрос, вы всегда сможете к нему обратиться. Также мы уделяем крайне большое внимание образованию, поэтому мы и год назад спустили серию данных в лидинге, как и у Александра Элдера. Также вы можете обратить внимание на те вебинары, которые у нас запланированы на предстоящую неделю. Там есть и базовые для совсем начинающих, поэтому если вы начинающий трейдер, то тоже рекомендую обратить внимание. Ссылочки в чат я приложу. Также у нас есть YouTube-канал, на который будет загружена данная запись. И как раз для условия участия в конкурсе необходимо будет составлять комментарии под этой записью. Ссылка тоже будет добавлена. Ну и рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, в котором в первую очередь как раз добавляется запись. Поэтому если вы хотите быть одним из первых, кто данную запись увидит, то рекомендую как раз это сделать. Как только передам слово Александру, как раз все ссылки передам в чат. Ну а сейчас я хотел бы передать слово Александру, человеку, с которым можно учить, постоянно находишь определенные моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну и как я уже сказал, то есть у кого нам еще учиться, как не у Александра. Поэтому Александр готов передавать слово вам. Выходите в эфир. Спасибо большое. Вы видите сейчас мой экран? Нет, ваш экран пока не видно. Если вы хотите, я могу дать вам демонстрацию экрана. Написано, что ведущий вебинара... А, я у вас, по-моему, зарегистрирован как attendee, как посетитель. И написано, что посетители не могут показывать экран. Вы мне прислали несколько линков. Может быть, я на тот линк нажал. Или если вы меня увидите на своем компьютере, вы можете повысить статус, чтобы я мог... Один момент. Да, я вот сейчас проверю. Может, это можно будет сделать. Сейчас один момент. Вот проверьте сейчас. У вас должен появиться доступ. И я тогда останавливаю свою демонстрацию, потом включу уже... Так, вы видели сейчас мой экран, да? Нет, пока мы видим только вас. Окей. Тогда... Одну секунду. Одну секунду. Да, я как раз пока пришлю ссылки в чат для участников. Да, вот, кажется, запускается. Сейчас вы видели, да? Да, сейчас видим. Прекрасно. Спасибо еще раз, Роман, за приглашение. И, как вы сказали, относительно рисков биржевой игры. Я с вами совершенно согласен. Риски – это то, о чем новички никогда не думают. А профессионалы обращают на риски огромное внимание. Когда я еще был новичком, я как-то гостил в Сингапуре у приятеля, который начал вообще практически с ничего, начал с 50 тысяч долларов. И у него были под управлением 11 миллионов, что тогда оказалось вообще невероятной суммой. И я у него спросил, а сколько времени ты уделяешь контролю над риском? Он сказал, ну, примерно треть. И меня это поразило. Не пять минут, не десять, а треть своего времени контроля над риском. Мы можем этого коснуться сегодня, мы можем об этом поговорить в другой раз. Я могу подготовить какие-то слайды, чтобы вам показать. Но еще что я хочу добавить. Мы сегодня будем смотреть на много акций. Не воспринимайте это, пожалуйста, как указание к действию. Я не могу вам сказать, что покупать и что продавать по той простой причине, что я не знаю ни вашего финансового состояния, ни вашего отношения к риску. Ничего. Поэтому, когда я выставляю акцию на экран и говорю о ней, то это, что я делаю, я думаю вслух. Я рассуждаю об этой акции и говорю, или о фьючерсах какие-то, или о валютах, я говорю, вот так вот я поведу себя с ними. И иногда изредка из тех акций, о которых задаются вопросы, я смотрю на них и говорю, да, это интересно, это надо самому купить. Может быть. И вот тогда я разбираю риски и все остальное. То есть я с вами делюсь своими мыслями, но это ни в коем случае не руководство действует. Покупай одно и продавай другое. Окей? Роман, я думаю, что начнем. Вы хотите, чтобы я показывал свой экран, или вы хотите показать свой экран на своем софте, и будем там разбираться? Вы хотели что-то показать вот именно на вашем экране? Мне все равно. Мне проще на своем, но если вы предпочитаете свой экран, то добро пожаловать. Если хотите, я начну со своего, а потом перейдем на ваш. Как вы хотите? Да, давайте начнем с вашего, чтобы также участники посмотрели, как вы это делаете. Потом посмотрим уже на наш. Значит, я поставлю сейчас S&P, график S&P сюда. Извините, это выскочил Dow Jones. График S&P. Вот так вот выглядит мой экран. Для меня это стандартный экран. И независимо от того, смотрю я на месячный, недельный или дневной графики, вот так вот построен мой экран. У меня есть очень хороший друг. Он олимпийский тренер, многократный чемпион мира сам по академической гребле. И в свое время он меня научил грести. И он говорит, у тебя должен быть точно отработан гребок. Как гребешь, движение весел. Это движение всегда абсолютно одинаковое. Независимо от того, то ли ты в воскресенье утром решил немножко, так сказать, прогулять по воде, или ты на последних 50 метрах дистанции возле финиша. Структура движения абсолютно одинаковая. Что меняется, это сила. А структура одна и та же. Поэтому все мои графики по тому же принципу работают. Есть график, с которым мне комфортно. И этот график я на него смотрю в всех диапазонах. Вам не обязательно пользоваться именно таким графиком. Я просто хочу сказать, что не нужно рыскать от одного индикатора к другому, к третьему, к четвертому. Найдите то, что вам подходит. И оставайтесь с этим. Иногда, может быть, раз в несколько лет вы найдете что-то, что вас еще заинтересует. Вы добавите какие-то факторы к этому. Но не прыгайте от одного индикатора к другому. Мы смотрим сейчас на недельный график Standard & Poor's S&P. Что мы видим на этом графике? Вы видите, когда я двигаю мышкой здесь, да? Заметно это? Надеюсь. Да, все видно. Значит, это февраль этого года, когда рынок достиг новой рекордной высоты. В то время как китайский вирус только начинал разворачивать, так сказать, с большой силой. Все это, конечно, тщательно скрывалось от внешнего мира, пока он убирал силу. И, наконец, люди поняли, что ситуация очень серьезная. И рынок очень крупно обвалился, достигший донышко в марте. И с тех пор рынок растет. И индексы NASDAQ сначала, а теперь S&P уже достигли нового исторического максимума. Никогда не были такими высокими. В толпе колоссально бычье настроение. Никто не понимает, почему рынки так высоко идут. У меня есть только одно соображение на эту тему. Но люди начинают покупать просто потому, что рынок идет вверх. Вы знаете, это бычий рынок. И у бычьего рынка есть три стадии. Первая стадия – это когда рынок поднимается от несусветных низов, где акции просто недооценены. Вторая стадия – это когда рынок поднимается в тон улучшающейся экономики. И третья стадия – когда рынок поднимается потому, что он поднимается. Просто народ покупает. Это, я думаю, то, что происходит у нас сейчас. Новая рекордная высота. Импульсная система – зеленая. Значит, тренд вверх. Смотрим на дневной рынок. Причем мы смотрим на рынок в режиме реального времени. То, что вы видите здесь, это то, что происходит на рынке сейчас. S&P вышел выше конверта тройного ATR. Вот этот тройной конверт – это то, что я навешиваю на все свои графики. ATR – Average True Range. Это дистанция, которую этот рынок в среднем за последние, в моем случае, 22 дня. Но это можно изменить. Одна ATR – это нормальная дистанция за один день. Так вот, рынок обычно живет где-то между плюс 1 и минус 1 ATR. Вокруг скользящий средний. А здесь рынок вышел за пределы трех ATR. В прошлый раз он был за пределами трех ATR в июне. И, как вы видите, эта мания плохо закончилась. Наступило резкое понижение рынка. Если я этот график уплотнил, то мы увидим, что до этого рынок был ниже трех ATR в марте. И он был выше трех ATR, опять-таки, только в январе. Кстати, видите, здесь такая очень интересная дивергенция. В январе рынок был выше трех ATR, а в феврале, когда была конечная стадия этого взлета, он не достиг трех ATR. Это называется дивергенция ATR. То есть, возвращаясь к сегодняшнему дню, рынок вошел в накаленную зону. Что это значит? Это зона опасности. Это зона, где покупать опасно. Это не значит, что рынок обвалится прямо сейчас на глазах, но это зона, где нужно быть скорее осторожным, чем настроенным на боевой маневр. Это не значит, что бычий рынок закончится, но это указывает на то, что похоже, 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 будет какая-то пауза. Вот это вот мой взгляд на S&P. Теперь есть индикатор, которому я очень доверяю, как такому впередсмотрящему индикатору. Это индикатор новых высот, новых низов. Это цифры, которые публикуются ежедневно, которые сравнивают акции, которые поднимаются до нового максимума за какой-то период времени, или опускаются до нового минимума за какой-то период времени. Стандартно люди смотрят новый максимум за год, новый минимум за год. Но я смотрю на этот индикатор в трех временных диапазонах. Это показано с правой стороны графика. Годовой, квартальный и ежемесячный. И что мы видим на этом графике? Что максимальная сила быков была где-то в первых числах августа. Вот здесь, это порядка 5 августа. И с тех пор рынок гораздо выше, а индикатор новых высот, новых низов тонет. И это говорит о том, что рынок поднимается по инерции, от того, что люди просто не видят по телевизору каждый день. Рынок поднялся, рынок поднялся. Как без меня? Я пропускаю. Надо купить. И бросают деньги на рынок. Такое опасное довольно состояние. И на основе этого я смотрю на рынок и говорю себе, что мы в бычьем рынке. Не спорь с рынком. Не будь как человек, который стоит на железнодорожных путях, приближается поезд и замедляется. И вот он стоит и говорит, вот до этой линии поезд не дойдет. А если дойдет, то что с тобой будет? Поэтому спорить с таким рынком не стоит. Но это показывает на то, что имеет очень большой смысл, очень большой смысл, во-первых, подтянуть защитные стопы по всем позициям на повышение. А кроме того, так посматривать, кто имеет, подыскивать акции, которые можно сыграть на понижение. То есть рынок сейчас в перекаленном состоянии. И это, такие состояния могут продолжаться. Они могут продолжаться неделями. Но кончится это дело слезами. Как говорила моя бабушка, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Вот такая ситуация. С одной стороны, очень счастливая, все делают деньги, а с другой стороны, опасная. Вот это мой взгляд на S&P. Роман, хотите посмотреть еще на какие-то рынки? Или посмотрим, может быть, на акции, которые победили в прошлом году? Я могу их показать на своем экране. Как вы предпочитаете? Я бы предложил посмотреть золото, DAX, евро, доллар. То есть вот эти три основных инструмента. А потом мы можем как раз уже перейти тогда к акциям. Окей. Опять-таки, напоминаю, о словах моего тренера. Структура гребли, структура движения в лодке всегда одна и та же. Поэтому я опять, значит, выставляю недельный график и смотрим на золото. Недельный график, недельный график золота. Что мы видим здесь? Несомненно, несомненно, присутствует бычий рынок. Присутствует бычий рынок. Не нужно быть аналитиком, чтобы рассказать, если рынок движется из нижнего левого угла в верхний правый, это бычий рынок. То есть, скользящая средняя вот все время постоянно поднимается. Какова структура этого подъема? Значит, взлет. И вот вы видите здесь, это был март прошлого года. Недельный график бьет по линии трех АТА. Трипл АТА, значит, average true range. И наступает многомесячная пауза. Продолжается взлет. Рынок выходит за три АТА. И несколько месяцев держится выше этой линии. Опять наступает многомесячная пауза. До трех АТА – пауза. До трех АТА – довольно жесткое падение. И сейчас, вот примерно четыре недели тому назад, золото вышло выше трех АТА. Народ ликует, народ покупает. А я говорю себе, подождем, пока золото не опустится. Куда? В зоне ценности. Цена – это то, что у правого края. Цена на золото, на фьючерсы золотые сейчас, вот в эту минуту, 1953 доллара и 10 центов. Это цена. Смотришь на экран, все видно. А какова ценность золота? А ценность золота где-то вот живет в районе этой желтой линии, скользящей средней. Поэтому я предпочитаю покупать ниже ценности, а продавать, когда она повышенная. Ниже ценности – продавать повышенную. Ниже ценности – продавать повышенную. Опять-таки, это один стиль игры. Есть другой стиль. Покупаем высоко, а продаем еще выше. То есть, гонимся за трендом. Это работает для некоторых людей, но это не мой стиль игры. Я предпочитаю купить, дождаться, терпеливо высадить, купить возле зоны ценности, а продавать переоцененные рынки. Это мой подход к дрожжевой игре. Поэтому для меня сейчас золото А в бычьем рынке, но Б переоценено. Зона ценности где-то в районе 1800 долларов за унцию. 1800-1850. А продается золото по 1953. То есть, переплачиваем 100 долларов. Кому очень чешется, конечно, это можно сделать, но я этого не делаю. Смотрим на дневной рынок золота. И на дневном, на дневном рынке золото в зоне ценности и нет никаких показаний к покупке. Плоский рынок, немножко вверх, немножко вниз. Сегодня чуть-чуть вверх. Вот так вот. То есть, золото в бычьем рынке. И к концу этому, я вернусь к недельному графику, к концу этому не видно. очень важный фундаментальный фактор. Последние 30 лет Федеральный Резерв Банк, Центральный Банк Соединенных Штатов боролся с инфляцией. Как только чуть-чуть начиналась инфляция, они сразу били по ней, поднимая учетную ставку. Когда поднимается учетная ставка, то золото держать невыгодно. И, конечно, эта антиинфляционная политика Центрального Банка была негативом для золота. Несколько недель тому назад глава Федеральной Резервной Системы заявил во время слушания в Сенате или в Конгрессе, не помню, что эта политика у них поменялась. И теперь их главный подход это поддержание экономики любой ценой. А борьба с инфляцией, она должна стать плохой, чтобы они начали с ней бороться. То есть, короче, учетный процент, который невероятно низок сейчас, он таким и останется на долгое время. И поэтому вот эту вот холодную воду они на золото выливать не будут. А кроме того, золото поднимается от беспорядков в мире. А уж чего-чего беспорядков в мире сейчас хватает. И вот между, значит, политикой Центробанка и политической системой, политической обстановкой в мире я бык по золоту. Но я хочу дождаться, досидеть, когда золото будет чуть-чуть ниже. Окей? Это взгляд на золото. И, Роман, вы хотели посмотреть на немецкую, на евро? Да, на евро. Я по привычке начал говорить на немецкую марку. Значит, это цена евро в долларах. То есть, когда поднимает, то есть, я знаю, что в Европе очень многие смотрят на цену доллара в евро. Это наоборот. Я могу тот график тоже, если хотите, поднять, но я смотрю все равно этот график, потому что это то, что я могу торговать на американских фьючерсных рынках. Я предпочитаю свои валютные сделки проводить на фьючерсных рынках в Чикаго. Значит, евро поднимается, евро поднимается, соответственно, доллар падает. и до куда поднялся евро поднялся? Он поднялся почти до трех ATA, почти до трех средних величин. Я не могу по-русски сказать. Надо будет подумать, как перевести. Трех ATA. То есть, евро поднялся, грубо говоря, до верхней кромки. Видите, даже когда он опускался, минус 3 ATA, минус 3 ATA, минус 2,5, минус 2,5. И вот там начинались какие-то взлеты. Минус 3, минус 3, и все. И развернулся. А сейчас почти плюс 3. Поэтому я смотрю на этот. И импульсная система перестала быть зеленой. То есть, евро, когда поднимался, импульсная система была зеленой. Что это значит? Это система цензуры. Что можно делать, а чего нельзя? Это не система что делать, а чего нельзя делать. Импульсная система зеленая, продажа на понижение запрещена. Разрешена покупка или может стоять в сторонке. А сейчас, на прошлой неделе еще, евро из зеленого стало синим. Это значит, что запрет на игру на понижение ушел. кроме того, я смотрю, вот еще в самом низу вы видите синяя линия с такими желтыми точечками. Это индекс силы, который я разработал вообще тысячи лет тому назад, во всех моих книгах. Это индекс силы, на которые тоже навешаны вот этот тройной конверт. И когда индекс силы выходит за пределы тройного конверта, он показывает, что рынок достиг экстрима какого-то и готов к развороту. Значит, индекс силы тоже сигнализирует о том, что евро переоценен здесь. И мне разрешено играть на понижение. И вот с этой установкой я перехожу на дневной экран, на дневной график, и здесь я вижу совершенно прекрасную картину. Прекрасную картину. Я, к сожалению, пропустил ее. Вот так вот день не посмотришь и все. и зайчик убежал. Смотрите, евро достиг максимума в конце июля вот здесь вот. И это был максимум МСД гистограммы и максимум МСД линий. Затем МСД гистограмма опустилась ниже нуля, я называю это сломали хребет быку, и потом стала расти. И вот на этой вот точке как я проспал эту сделку. Вот на этой вот точке еще раз на этой вот точке евро поднялся на новую высоту. он выбил выше июльского верха. И МСД был настолько слаб, что не смог подняться выше нуля. Медвежья дивергенция МСД линий, медвежья дивергенция МСД гистограммы, медвежья дивергенция индекса силы. я проспал я проспал этот день, я просмотрел этот день, прохлопал. На следующий день уже было, я чувствовал, было поздно, потому что большое движение вниз произошло, евро на дневном графике достигло зоны ценности, и сейчас я уже не сплю, внимательно смотрю за евро, я жду маленького хотя бы взлета какого-то, чтобы гистограмма поднялась немножко выше, но я хочу сыграть на понижение евро. не сегодня, еще не готов, но я готов сыграть на понижение евро. Евро, опять-таки возвращаясь к недельному графику, евро достигло очень опасной зоны и застряло в ней. Рынок как маятник, он на месте долго не стоит, он колеблется выше, ниже. Рынок всегда ищет, где больше сделок, и если нет сделок вот здесь, не вверху, рынок затормозился, то рынок хочет посмотреть, а может быть больше внизу будет, поэтому я ожидаю падения евро, скажем, в течение предстоящего месяца. Запишите на всякий случай, потому что, как вы знаете, прав или не прав, и напомните мне к следующему вебинару, я записываю сам, единственный способ, единственный способ научиться, это вести хорошие записи и проверять, что правильно, а что нет. Вот так вот, Роман, по-моему, это то, что вы хотели анализы S&P, золота и евро. Если есть еще какие-то предложения, скажите сейчас, а если нет, то я хотел бы посмотреть на две акции, которые были предложены нашими участниками месяц тому назад, почти месяц, четыре недели тому назад и самые успешные сделки. Да, 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 давайте посмотрим акции. Окей. Значит, у меня лежит на столе список акций, которые мы разбирали, которые мы разбирали 29 июля, и я вам покажу акцию победителей, победителей. К сожалению, у меня не записано, чья это была идея, но я уверен, что Роман сможет найти. Эта компания так, 29-е это было здесь. Вот так вот. У нас был вебинар в этот день. И эта компания SIG, это ювелирная компания, я поставлю вот так вот, выведу ее к правому краю. Вот так вот этот график выглядел в день нашего вебинара. И я сказал, что это очень привлекательно выглядящая акция. Почему? Потому что на я недельный подведу сюда. Это был недельный график. Вот так вот. Это был недельный график. Рынок этой ювелирной компании упал на 90% от 70 долларов ниже 7. я называю такие акции падшими ангелами. То есть, когда акция теряет больше 90% своей цены. Но вместо того, чтобы умереть, эта компания повернулась и стала подниматься. и очень такой спокойный устойчивый тренд на недельном графике. По мере того, компания поднялась от 7 до 14 долларов, почти удвоилась. Мы перешли к дневному графику и мы увидели, что на дневном графике происходит медленный подъем ценности и акция себя ведет порядочно. Опускается к ценности, поднимается немножко, опускается, поднимается. Я указал, что это привлекательная акция, хотя я не помню, какую акцию я назвал, скажем, что она мне понравилась больше встях, но она меня удивила, конечно, своим окончательным результатом. После вебинара она просела 2-3 дня и очень типичная остановка минус 1 ATR. Вот этот индикатор ATR, поищите на интернете и почитайте про него ATR. И от минус 1 компания рванула вверх, выше 3 ATR, опустилась обратно в зону ценности, то есть ведет себя прямо по инструкции. И на сегодняшний день она опять возле 3 ATR. И это было из всех акций, предложенных нашими участниками в прошлом месяце, это была самая успешная сделка, компания если бы ее купили в день вебинара закрывались бы сегодня, то где-то я не помню точную цифру, но по-моему это порядка 35%, то есть совершенно великолепный результат. Тогда пользуясь случаем Александр, я поздравлю Марию, я вижу, что она у нас в чате, напишите мне и уже я вам расскажу как вы сможете получить данную книгу, ну точнее как мы ее вам отправим, поэтому поздравляю еще раз от себя. Мария, желаю вам всего хорошего и хочу сказать, от себя хочу добавить, большинство трейдеров мужчины, но процент успешных трейдеров по моему опыту выше среди женщин. По ряду причин, о которых мы разговаривали раньше, может быть поговорим в другой раз, сейчас мы фокусируемся на акциях, но я поздравляю вас и желаю вам всего самого лучшего. Мария, кстати, написала в чате, что это мы, возможно у них тандем. А, тандем это опасное дело. она пишет с мужем. Да, Мария, я пытался с женой торговать, она жена финансист, управляла хеджевым фондом 200 миллионов долларов до того, как я ее, так сказать, не сбил с этого пути. Я пытался, помню, в 2009 году торговать с ней, у нас не получилось. Почему? Я очень легко иду на риск, а она очень боится всего, и поэтому мы покупали, это было донышко медвежьего рынка 2008 года, мы покупали замечательные совершенно акции за бесценок, и она оставила стопы в пяти центах, и у нас вышибало эти стопы, а рынок уходил вверх вообще, взлетал, и с тех пор мы с ней решили, что она контролирует свой счет, я контролирую свои счета, мы иногда делимся идеями так дружески, но каждый ведет свою работу независимо друг от друга, я очень рад, что если у вас это получается вместе, не у меня, ладно, еще надо, хочу обратить ваше внимание еще на одну акцию, которая получает серебряную медаль, если можно так выразиться, это акция компании UPS, так, это недельный график, смотрим на дневной, и наш вебинар был 29-го, великолепная совершенно идея, хорошо было бы 29-го ее купить, на следующий день UPS открылась с разрывом, и с тех пор все выше и выше, тут, кстати, был фундаментальный фактор, компания UPS объявила, что у них всегда самое боевое время, это вокруг рождественских новогодних праздников, они нанимают временных работников, они арендуют добавочные грузовики, самолеты, все что угодно, и не обязательно зарабатывают большие деньги, потому что очень много тратят вот именно на то, чтобы продолжать срочную доставку в такое очень напряженное время, а тут компания UPS вышла и объявила, что в этом году любой посылатель, который посылает более 25 тысяч посылок, будет 1 ноября и по-моему до 1 февраля плюс-минус будет платить добавочные деньги и немалые добавочные деньги, то есть меня это не касается, потому что допустим я там друзьям могу послать 10 бандеролей, это меньше чем 25 тысяч, но компания типа Amazon Walmart, то есть большие компании, большие рассылки, им придется платить за эти праздники и все поняли, конечно, что UPS UPS решила, что Amazon без них не сможет обойтись, проглотит и заплатит, и поэтому очень взлетела как Amazon, так же еще взлетела конечно компания FedEx, вот ее график здесь, вот такие пироги, очень интересный выбор, и кстати хочу сказать, раз мы говорим об интересных выборах, Роман, мы наверное сейчас перейдем к акциям, о которых нас попросили сегодня, или я сначала отвечу на вопросы лучше, я отвечу на вопросы, потом перейдем к акциям, о которых нас попросили сегодня, но я хочу показать совершенно гениальную идею, которая к сожалению была послана на следующий день после нашего вебинара, Алексей пишет, для конкурса предлагаю рассмотреть кодек для Short по состоянию на сегодня, 30 июля, и дальше написывает, почему он хочет продать кодек на понижение, так вот вот эта акция компании кодек, дневная акция, а вот второй бар, вот этот второй, вот это и есть 30 июля, представляете себе, то есть даже если к концу дня ее закоротить, это было бы 30 долларов, а сегодня она стоит 6 долларов, прекрасная идея, Алексей, я поздравляю вас, замечательная идея, конечно, для сегодняшнего конкурса эта идея уже отжила свой век, сделка состоялась, но вы молодец, как вы это правильно ударили по ней, и Алексей пишет, маниакальный взлет цены с большим объемом, потенциальным вероятным откатом в зоне ценности, с минимальным денежным риском и т.д. и т.п. Что произошло с этой компанией? Кодек всегда был, всегда, много лет был умирающей компанией, сейчас я вам покажу на недельном графике, Кодек был умирающей компанией, которая последние годы котировалась в 3-4 доллара, 2 доллара, 1 доллара, вообще ни во что, потому что, то есть, Кодек, Кодек это компания, которая была звездой 60-х годов, когда они делали эти фотоаппараты, но, естественно, но они пропустили, они пропустили технологию, они пропустили цифровую фотографию, могли взять, но пропустили, и с тех пор компания просто медленно разорялась, люди уходили, они сокращали штаты, они продавали землю, здания, которые у них были, но как-то чуть-чуть держались на плаву, а тут они почувствовали, откуда ветер дует, и договорились с правительством, что получат контракт на изготовление лекарств каких-то, связанных с этим, с китайским, вирусом, и акция взлетела где-то от одного доллара до 55, но братья-демократы выкатили на них могучую бочку, сказав, что обвинив их и администрацию во всех грехах, и администрация отступила и сказала, нет-нет, мы только разговариваем о контракте, мы еще не дали вот этих миллионов долларов, мы только беседуем на эту тему, мы по ходу беседы цена акции от 60 долларов 4 недели тому назад упал до 6, такая прохладная беседа, но это фундаментально сказать, что произошло, но Алексей молодец, он поймал эту идею не на основании каких-то фундаментальных соображений, а вот именно на основании поведения рынка и контроля над риском, молодец, Алексей, поздравляю. Я на секунду возьму листок бумаги, на который у меня записаны некоторые вопросы, которые пришли, я отвечу на них всего пару вопросов, и потом мы перейдем тогда опять к акциям, которых меня просили разобрать. Пишет один из участников, не могу понять, кто, в конце вебинара Александр уточняет, что если на недельном графике импульс силы синий, а для него красный, это легитимная покупка. Однако в книгах он утверждает, что на обоих импульсная должна быть как минимум синей для легитимной покупки. Какой из вариантов верный? Конечно, что обе должны быть синими. Импульсная система это система цензуры, и поэтому красный импульс говорит о том, что покупать нельзя. Красный импульс должен исчезнуть. С другой стороны, с другой стороны, это поможет мне ответить на другой вопрос, система спрашивает, что такое, как пользоваться индикатором MACD crossover. Я вернусь к графику S&P. Мы сейчас смотрим на дневной график S&P, который является зеленым. И видите, стоит маленькая, я не знаю, вам видна или нет, маленькая желтая точечка у правого края. Я ее, я просто сейчас ее, я постараюсь немножко улучшить ее размер и цвет. вот так вот. Вот так вот. Сейчас лучше видно. Видите желтая точка у правого края, да? Да, видно. Вот, эта желтая точка показывает мне, как низко должна опуститься цена, чтобы импульсная система потеряла свой зеленый цвет. То есть, на сегодняшний день, это желтая, могу еще немножко толще ее сделать. Нет. Так, так. Одну секунду. Вот теперь совсем плохо, да? То есть, вот здесь вот видно, сегодня цена на S&P должна практически развернуться и достигнуть минимум за сегодняшний день, тогда этот последний штрих перестанет быть зеленым, он станет синим. Завтра эта задача будет гораздо проще. Должен чуть-чуть опуститься. То есть, я, когда хочу закоротить что-то, я прямо так вот сижу и жду. Давай, 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 там как кошка птичку ждет. Давай садись, достигни вот этого уровня и вот тут я тебя закорочу. Или наоборот, когда цены опускаются, эти желтые точки показывают мне, ну вот, например, акции модерны, компании, компания, которая производит, пытается произвести лекарства от этого коронавируса. Вот красные графики, красные графики, красные графики, и эти желтые точки показывают, на каком уровне цвет перестанет быть красным. То есть, я очень аккуратно отслеживаю как раз вот именно такие, чтобы обе части импульсной системы были, не противоречили моей сделке. Окей? Я верну размер этих точек опять пониже, а они у нас загораживают весь рынок. Секунду. И еще один вопрос, на который, к сожалению, у меня нет схода ответа, пишет один из наших участников. Знакомы ли вы с книгами Роберта Киосаки, каково ваше мнение о них? Какие книги посоветовал бы Элдер для развития финансовой грамотности? Роберт Киосаки мой такой как бы приятель, мы с ним несколько раз в год разговариваем по телефону, меня приглашает на свои различные мероприятия в режиме онлайн. Веселый мужик. Книги его простые и у книг его книги, по-моему, со смыслом, иначе бы я у него не выступал. Книги со смыслом. Он говорит, что если что для того, чтобы сделать серьезные деньги, надо работать на себя, а не на дядю. Конечно, легко сразу придумать исключение, люди в высоком корпоративе зарабатывают больше, чем многие бизнесмены, и т.д. Но для ощущения свободы, для настоящей свободы и возможности сделать действительно серьезные деньги, очень имеет смысл работать на себя, а не на кого-то. Вот, в принципе, идея его книг. И в частности, он это воплощает жизнь тем, что спекулирует инвестирует в недвижимость и всем, кто у него спрашивает, а как насчет акций, он говорит, а вы пойдите к Александру Элдеру, почитайте его книги. Так что вот мое отношение к Киосаке положительное, и я согласен с его идеями, я вырос в Советском Союзе, когда я приехал в Америку, я работал в госпиталях, больницах, на кафедре, то есть всегда работал на зарплату. И когда я уходил из-за этой ситуации, было немножко страшно, как так, нет ни пенсионного плана, нет ни бенефитов, нет ничего, но сталкиваясь изредка со своими бывшими коллегами, которые до сих пор живут на зарплату, я вижу, что большинство из них мне завидуют. Причем не из-за денег, а именно из-за свободы. Так что, а что касается вопроса, значит, это мой вопрос насчет Киосаки. Какие книги посоветовал бы Элдер для развития финансовой грамотности? Я сидел перед этим вебинаром и думал, что посоветовать? Я не могу сходу сказать, потому что я настолько далек от темы финансовой грамотности, что вот сходу просто как ничего в голову не идет. Могу, с другой стороны, посоветовать я замечательная книга для решения психологических проблем, как многие из вас знают, возможно, я по образованию психиатр, я учился, я закончил Тартовский университет в Эстонии, я преподавал в Колумбийском университете в Нью-Йорке, и, естественно, я читал все, что можно прочитать, как профессиональную литературу, так и для любителей. И вот среди литературы для любителей есть одна книга о самопомощи, психологической самопомощи для себя, которая, на мой счет, самая лучшая из двух или трех сотен книг, которые я прочитал. Автора звали, он умер несколько лет тому назад, Харри Браун, как цвет, браун, коричневый, только Е на конце. А книга называется How I Found Freedom in an Unfree World, Как я нашел свободу в несвободном мире. Она может даже по-русски есть, не уделюсь, если ее перевели, но в любом случае очень советую вам ее поискать. Если вы хотите купить английскую электронную книжку, она продается фирмой, вдова автора держит, называется Harry Brown, опять-таки как Браун, но с Е на конце, .org и там эта книга 10 долларов стоит. С умом потраченные деньги. Божий был совершенно невероятный. Он сделал карьеру, сделал деньги, сделал много денег на финансовых рынках, а к старости, я с ним познакомился уже к тому времени, он стал таким либертарианским политиком и даже баллотировался в вице-президент США от либертарианской партии, конечно, не имея никаких шансов на выигрыш, но тем не менее. А что касается финансовой грамотности, я не знаю, если мне что-то придет в голову, я в следующий раз об этом скажу. Давайте, пока у нас есть еще время, его не так много, хотя мы можем немножко затянуть этот вебинар, не жалко. Давайте посмотрим на некоторые рынки, которые пришли. Я не обязательно постимую на все, на все у нас может не хватить времени, но я уже посмотрел на многие из них и давайте я поделюсь с вами некоторыми своих соображений. Опять-таки, Роман, я продолжу тогда со своими графиками, быстрее идет таким макаром. Да-да-да, давайте на вашем продолжим. Во-первых, я хочу сказать всем нашим участникам, что когда я мне не выйти на эту страницу сейчас, когда я начинаю разбирать акции, которые интересны мне, я всегда, всегда, всегда начинаю с того, что смотрю на страничку, которая называется finviz, finviz.com и там я смотрю, во-первых, что это за акция, к какой группе она принадлежит и когда будет следующий доклад, следующее сообщение о доходах, потому что это может сильно двинуть акцию вверх или вниз и кроме того, какой короткий интерес в этой акции. Ну, об этом, наверное, в следующий раз. Давайте посмотрим. Начиная сверху, значит, Вадим пишет неделю тому назад, день тому назад компания Nike. Для меня это пример опасной акции. она, кстати, выглядит очень похоже на график S&P. Импульсная система зеленая, но уже начинает приближаться к тому диапазону, где раньше были верхушки. Плюс две ATA, плюс две, плюс почти две, плюс две с небольшим, плюс три ATA, две ATA. То есть, рынок очень переоценен. смотрим на дневной рынок и на дневном рынке акция очень переоценена, она идет выше трех ATA и, кстати, сегодня стала синий. То есть, уже приближается момент, когда мы можем будет закоротить ее, но еще нельзя, потому что недельный график зеленый. Но это акция, которую я бы не стал покупать для себя. опять-таки, если кто-то любит торговать вот такими убегающими акциями, добро пожаловать. Я предпочитаю покупать ближе к зоне ценности. Тот же самый комментарий насчет акции Facebook, FedEx, который я вам показал несколько минут тому назад, когда мы смотрели на UPS. вот пара идей. Я начинаю с предупреждений. Значит, кто-то хочет купить эту акцию HTC. Это компания по аренде автомобилей Hertz. Вы их во всех аэропортах видите. Hertz продавался в феврале по 20 с чем-то долларов. Сейчас, конечно, машины практически никто не арендует. Очень мало кто их арендует. И Hertz продается по доллару 44. То есть, это еще один падший ангел. Падший ангел для вас. Компания вела себя не очень удачно, не очень хорошо в последние годы, несмотря на то, что был колоссальный экономический бум в Америке, Hertz опускался, опускался, но опускался медленно, от 20 долларов до 10, а тут он опустился сразу от 20 ниже, чем 2 доллара. Расцветка на недельном графике синяя, расцветка на дневном графике красная. Вы знаете, на мой взгляд это покупка лотерейного билета. Можно выиграть очень крупно, но можно также крупно и проиграть. А кроме того, сколько времени сидеть на этой акции, чтобы добиться каких-то результатов, большой вопрос, потому что эта акция зависит от того, чтобы люди путешествовали, а путешествия сейчас крайне ограничены. вы думаете, что ограничения будут сняты через неделю, через месяц, через три месяца, через полгода, через год, через два года, а вы пока сидите с этой акцией, пока она опускается с доллара 44, скажем, до 94 цента. То есть, если есть свободные деньги, которые не боитесь потерять, и у вас есть масса терпения сидеть, можно подумать об этой акции, но для такого обычного трейдера, инвестора, это, конечно, очень большой вопрос. От того же участника еще одна сделка, против которой я вас хочу колоссально сильно предупредить. Значит, есть целый класс торговых инструментов, которые, если вам нужно сжечь деньги, а печка не работает, покупайте эти инструменты. Данный инструмент это GUSH, это тройной ETF, то есть, это, я не знаю, не хочу долго объяснять, насчет тройной, знаете, такое ETF, ETF, это как колхозное молоко, где много акций слиты вместе, а тройной ETF, это значит, ETF, который, если группа этих акций движется на доллар, то тройной ETF двигается на три. Тройные ETF, тройные ETF, это сжигание денег, они годятся только для одного, кроме сжигания денег, ими можно заниматься дэй-трейдингом, но на протяжении сколько-либо длинного времени они понижаются, грубо говоря, к нулю. Вот этот вот гуш, он стоит на сегодняшний день 33 доллара и 78 центов, а еще два года назад он стоил 20 тысяч долларов, да, как так, а потому что они делают обратный сплит каждые пару раз в год, чтобы поддерживать цену. Идем дальше, а еще раньше стоил 26 тысяч долларов, а еще раньше стоил 80 тысяч долларов, и вы собираетесь это покупать. Тренд только в одну сторону, вниз, тройные ETF, это смертельные инструменты, которые ни один здравомыслящий трейдер, держитесь с них подальше. Если вы хотите заниматься дэй-трейдингом, мы смотрим сейчас на этот гуш, в режиме дэй-трейдинга тут ими можно торговать, но их ни в коем случае не сказать. Эту девушку нельзя оставлять на ночь, она должна быть выброшена до закрытия рынка. Окей? Такое очень-очень серьезное дружеское предупреждение. еще я надеюсь, что я не слишком негативен. PCG это компания электрокомпания в Калифорнии, которая судит и пересудит, потому что они обвиняются в пожарах, они построили плохие авиалинии, и когда эти линии стали во время ураганов ломаться, начались жуткие пожары. И один из наших участников спрашивает, есть ли возможность опуститься еще ниже? Да, конечно, всегда есть, но я думаю, что это немножко поздновато для такой игры, немножко поздновато. Акция уже опустилась от 70 с чем-то долларов до 9 долларов. То есть она уже практически падший ангел. Больная акция, лучше держаться от нее подальше. Но вот другая акция, которую предлагает тот же участник Мэйсис, это крупная американская фирма со столетней историей. Акция в плохом состоянии, потому что народ по магазинам не ходит, это сеть универмагов. народ по магазинам не ходит, а все покупают в режиме онлайн. Но буквально несколько дней тому назад верил, что моя жена какую-то косметику у них купила в режиме онлайн. Я думаю, что акция, что компания выживет, и что очень занятно, привлекательно. Вот эта донышко в марте, которое было, взлет, и сейчас компания опускается, но держится выше этого донышка. Импульсная система красная, покупать еще рано, дневной график. Когда опускается, гистограмма очень плоская, а когда поднимается, гистограмма взлетает. Это показывает определенный энтузиазм среди быков. То есть Мэйсис это реальная фирма с реальными магазинами и с каким-то реальным планом игры. Так что я бы оставил их в наборе возможных на следующий месяц. Что еще? Мария пишет для конкурса Intel. Очень интересная компания Intel. Вы знаете, у меня есть я веду с партнером группу трейдеров и у нас еженедельное соревнование на лучшую сделку недели. в прошлое воскресенье люди представляют свои сделки и либо я или мой партнер пишем еженедельные обзоры, а в конце обзора мы пишем вот этой акцией я собираюсь торговать. в ближайшую неделю из тех, которые были предложены нашими участниками. Мой выбор в воскресенье, когда я писал этот обзор Intel, он упал, были плохие фундаментальные новости, он затормозился возле минус двух ATR, из красного стал сыним, очень оверсолл, перепроданный индекс силы, переходим к дневному графику, и на дневном графике Intel опять-таки был колоссально перепродан, медленно, верно, спокойно поднимается, я люблю спокойные акции, и импульсная система стала уже зеленой, мне это кажется привлекательной акцией. еще один опасный выбор, один из наших участников пишет сыграть на понижение в Apple, Apple компьютер, вы знаете, я очень люблю играть на понижение, но я смотрю на этот, на Apple, и да, он, конечно, на сумасшедшей высоте, он выше вот этого тройного конверта, очень перекупленный индекс силы, и на дневном графике тоже выше тройного конверта, но я когда смотрю на такое дело, я все о себе говорю, когда волк идет, выходит на охоту, сейчас он кого-то зарежет, он не ищет самого вкусного жирного питательного оленя, он пытается завалить оленя, который старый или очень молодой, и бегает медленно, и хромой, то есть волк ищет легкой добычи, эта компания это не легкая добыча, все ее любят, все ее закупают, если она начнет понижаться, люди начнут ее подкупать, потому что не успели купить раньше, то есть это очень сильный олень, и поэтому если вы как как волк выходите зарезать какую-то акцию в режиме short, то Apple для меня не идеальный вариант, я бы искал какую-то более доступную мишень. Что еще? Талгат пишет акцию BTI, давайте глянем, BTI, British American Tobacco, то есть конечно в свое время эта акция много потерял, потому что колоссальные накатки на всяких производителей сигарет, хотя мне это всегда напоминает, как в свое время в Новом Орлеане где-то проституция была легальной, но центральное правительство, федеральное правительство США, это было больше 70 лет назад, федеральное правительство США нажало на власти Нового Орлеана, чтобы сделать ее нелегальной, потому что столько матросов заболевали болезнями, что это мешало боеготовности американского флота, и сделали ее нелегальной. Выступает на полицобрании каком-то мэр Нового Орлеана и говорит, да, говорит, проституция в Новом Орлеане можно ее сделать нелегальной, но ее нельзя сделать непопулярной. И вот то же самое про табак. Его можно сделать нелегальным, но его нельзя сделать непопулярным. И вот эта компания BTI, она достигла уровня порядка 30 долларов, было очень такое крутое дно, ниже минус трех, ниже тройного конверта, взлет, еще один взлет выше конверта. Во время вот этого краха в феврале в марте акция упала ниже цены предыдущего года, провела на этом уровне всего две недели и отказалась от него. И сейчас тестирует опять этот уровень, протестировала его, импульсная система перешла из красной в синюю. Покупка легальна на недельном графике. Смотрим на дневной график BTI. Такое спокойное закругляющееся дно, гистограмма становится медвежья вот такой силы, слабее, а здесь вообще не может достичь нулевой линии. То же самое индекс силы, все повышается, спокойная поднимающаяся акция. Очень не худо. Что еще? Несколько человек просили посмотреть где-то, где-то, где-то это почему-то несколько любителей вот этой компании Wells Fargo, WFC. это почему-то финансовое... Я не понимаю, почему банки так слабы, но поскольку все поднимается и денег залейся. А почему банки так слабы, я не понимаю. Когда я не понимаю чего-то, я не торгую этим. так что я думаю, Роман, я думаю, что мы посмотрели большинство сделок, которые пришли. Многие из них напомнили мне о том, что нужно предупредить людей, где опасность, где опасность, как избегать опасности. Если избегать опасных сделок, то останутся только хорошие. И мы нашли в результате несколько привлекательных сделок. Отлично, да, самое важное предупредить. Также, коллеги, я напомню, что сейчас многие написали вопросы, предложения акций. Мы принимаем все вопросы до вебинара, как те акции, которые участвуют в конкурсе, так и вопросы. Я сейчас еще раз прикладываю ссылки на телеграм-канал и ютуб-канал. То есть на ютуб-канале будет загружена запись этого вебинара, и вот под ним вы, пожалуйста, оставляйте ваши вопросы, чтобы я заранее передал Александру, и он смог их посмотреть до вебинара и, соответственно, подготовиться. Извините, я вас перебью на секунду. Я хочу еще предложить, что когда люди предлагают рассмотреть какие-то акции, то просить их это сделать не раньше чем за три дня до вебинара. Потому что когда кто-то говорит, 26 августа я хочу посмотреть на это, а мы на это будем смотреть где-то в конце сентября, то это уже будет совершенно неактуально к тому времени. Да, то есть вопрос вы можете написать сразу же, а акции, как сказал Александр, я полностью с этим согласен, как можно ближе к вебинару, по крайней мере до 12 часов дня, того дня, когда у нас будет следующий вебинар, который будет в конце сентября. И мы точно таким же образом из тех участников, кто предложит акции, которые торгуются в Адмирал Маркетс, мы разыграем такую же книгу с автографом Александра. Александр расскажет о тех акциях, которые он выбрал, мы запишем их на месяц, и по итогу месяца эта акция, которая покажет лучший результат из тех, которые были предложены, вот как раз таким простым образом будет выбран победитель. Еще раз поздравляем Марию, которая выиграла в прошлый месяц. Да, ну, поздравляем Марию с супругом, пока имя супруга остается неизвестным. Она не юным супругом. Да. И, Мария, моя почта, я напишу вам под комментарием на YouTube-канале, оставлю свою почту, и мы с вами уже договоримся, как вы сможете получить эту книгу. Также скажу для участников, то, что все акции, которые мы разбирали, ну, кроме, кстати, вот этого тройного ETF, в Admiral Markets не торгуется, поэтому, наверное, это даже большой плюс для тех, кто не ищет легкого способа потерять деньги, но все акции, которые мы рассмотрели, не торгуются в Admiral Markets на платформе MetaTrader, все индикаторы, которые показывают сейчас Александр, тоже можно будет установить. Я сейчас напишу свою почту, если у вас появятся вопросы, как это сделать, я вас тоже сориентирую, и если для вас тоже будет интересно работать на индикаторах Александра, то расскажу, как это можно будет сделать. Тогда с моей стороны я рассказал о том, что я хотел рассказать, то есть все, кто зарегистрировался на этот вебинар, вы получите автоматическую ссылку и на следующий, который пройдет в сентябре, ну, и мы с вами увидимся через месяц, посмотрим, что на рынках будет нового, возможно, будет что-то очень интересное, как в последние фактически полгода каждый раз что-то интересное, и обсудим это вместе с Александром. Спасибо большое, спасибо, Роман. Спасибо большое, Александр, вам хорошего вечера, ну, хорошего дня, да, у вас еще день, и увидимся через месяц. спасибо, и до свидания. До свидания.